Сокровища России – конкурс всероссийского значения. Он нацелен на выявление новых туристических объектов. Алтайский край в нем представляет Нагорный парк и Барнаульская набережная. После обновления эти территории стали популярным местом отдыха горожан и местом притяжения для туристов. Все, кто приходят к нам в туристический центр, мы направляем в первую очередь, конечно же, в Нагорный парк, чтобы насладиться этими прекрасными видами на реку, на город, познакомиться с историей нашего региона, которая начиналась здесь. Мнение Алтай-турцентра разделяют и барнаульцы. По словам горожан, оно достойно звания одного из самых привлекательных в краевой столице. Я считаю, что ВДНХ, вот сам вот этот Нагорный парк, он, наверное, вообще жемчужина Барнаула. Такое самое из красивейших, в принципе, мест. В Барнауле очень много красивых мест, но это одно из самых лучших, по моему мнению. Я очень часто бываю здесь, я неподалеку живу. Мне очень нравится здесь свежий воздух, приятная атмосфера, очень много людей приятных можно встретить. К тому же Нагорный парк – исторически значимое место. В XIX веке здесь хоронили известных личностей в Барнауле. В ранний советский период здесь располагалась выставка достижений народного хозяйства края. В начале нулевых тут хотели построить барнаульский Диснейленд и открытый кинотеатр, но этому не суждено было сбыться. После того, как идея парка аттракционов была решительно отвергнута, предполагалось место, ну, так скажем, для тихого отдыха. Собственно говоря, вот в итоге, даже вне зависимости, вне привязки к подготовленной концепции, сейчас это действительно место для тихого отдыха. Я думаю, для кладбища бывшего это самое разумное, что можно было сделать. Но тихое место, как считают архитекторы, требует доработок с функциональной точки зрения. В свое время туда многие мастерские делали попытки разработок общественных зданий, сооружений, музейного направления, либо ресторанов. То есть человек, придя туда наверх, он должен чем-то заниматься. А заниматься сейчас там нечего. Чисто с функциональной точки зрения. С мнением Алексея Квасова соглашаются и барнаульские экскурсоводы. Говорят, парку не хватает культурной атмосферы. Мнение тех, кто сюда приезжает с городов-миллионников. Здесь не хватает движухи. Мы город не особо туристический, поэтому такой проходимости, как, например, в Нижнем Новгороде, в Москве, в Санкт-Петербурге, у нас нету, да и не будет, наверное. Не тот город. Тем не менее, это место уже давно полюбили барнаульцы и гости нашего города. Как показал опрос, люди не против, чтобы в парке и на набережной появились кафе, детские площадки и зона для активного отдыха и даже места для пикников. Возможно, это все в будущем. А вот победители среди достопримечательностей России определят совсем скоро. Проголосовать за Нагорный парк и набережную можно на сайте конкурса до 10 октября. Анастасия Болотина, Александр Лизратов, Данил Захаров, Дмитрий Денисов. День с толком. Наблюдение.